В Донецке раздают помощь гуманитарного рейса Рината Ахметова. На данный момент жители города получили около 13 тысяч продуктовых наборов. Ещё столько же получат в ближайшее время. Волонтёры развозят помощь в районы, которые подверглись сильным обстрелам. Продукты и предметы первой необходимости раздают многодетным мамам, инвалидам и пенсионерам. Но вам же привезли помощь. Вы просто составляете списки и мы будем приезжать. Вы просто не переживайте. Волонтёры и врачи Донецка составляют списки лекарств, а гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова передаёт нужные медикаменты. Также штаб помогает МЧС и бригадам скорой помощи, заправляя топливом спецтранспорт. Для фонда развития Украины Рината Ахметова обеспечены горюче-смазочными материалами, скорая помощь и тот транспорт, который выезжает на вызова. Также за последнее время мы получили от этого фонда медикаментов на 350 тысяч гривен. Это серьёзное подспорье. И на следующей неделе стартует второй эшелон гуманитарного рейса Рината Ахметова. В течение месяца каждую неделю на Донбасс будет отправляться 40 грузовиков с продуктами, предметами гигиены и детским питанием. Подробнее об этом расскажет координатор гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова Римма Фелли. Здравствуйте, Римма. Здравствуйте. Расскажите, куда вы довезли первую помощь, в какие города и сколько людей получили эту помощь? На сегодняшний день получили помощь 64 тысячи человек. Мы привезли 200 тысяч пакетов. Они сейчас развозятся по городам Донецкой области и Луганской области, развозятся нашими волонтёрами, за что им огромное спасибо и низкий поклон. Если бы не их труд, то мы не смогли бы помочь вот этим тысячам людей, десяткам тысяч людей, которые крайне нуждаются. Мы видели с вами сюжет. Люди не получают пенсии, не получают социальные выплаты. И сейчас важна любая помощь, любая гуманитарная помощь, любое внимание. И только для того, чтобы эти люди смогли выжить. Помощь только продовольственная, да? Или там медикаменты? Помощь продовольственная, помощь адресная. Мы делаем всё, что в наших силах. И понимаем, что даже вот эти большие усилия и всё, что делает штаб, это капля в море по сравнению с теми потребностями людей, которые сейчас есть. И по сравнению с их нуждами. Да, мы обеспечиваем топливом скорые помощи и пожарные. Потому что мы абсолютно уверены, что и пожарные МЧС, сотрудники МЧС, и врачи, это сегодня тоже герои и волонтёры. Эти люди тоже не получают заработную плату, потому что все социальные выплаты прекращены на территории, где идут военные действия. Но эти люди, невзирая на это, приезжают и тушат пожары. Они вытаскивают людей практически с того света. И врачи ухаживают за больными, за ранеными. Очень много раненых детей. И, естественно, врачи нуждаются и в медикаментозной помощи для отделений. Что мы оказывали и будем оказывать. Римма, а скажите, как люди знают о том, что вы приедете именно в их микрорайон, в их район? Какие сложности с доставкой этих грузов? Есть основная сложность. Это война. Война. И, к огромному сожалению, война всегда была, будет и есть огромной трагедией для людей. Конечно же, хотелось бы, чтобы это было цивилизовано. И в городах, где нет боев, естественно, выдача гуманитарной помощи проходит абсолютно цивилизованными методами. Люди звонят на горячую линию. Вы знаете, сейчас все звонки на горячую линию распределяются на две темы. Это просьба эвакуировать. И вторая просьба помочь именно с помощью гуманитарной помощи. Вы еще, я знаю, помогаете тем, кто хочет выехать из зоны АТО с переселением. Государственная служба в этом способствует вам? Это огромная проблема. Проблема уровня государства. Мы сейчас, Александр Алексеевич сказал в предыдущем сюжете о том, что мы находимся на пороге осени. Осень – это холод. А наши все базы, которые задействованы сейчас для размещения вынужденных переселенцев, все летние базы, практически все. И наше общество сейчас станет перед огромной проблемой. Проблемой моральной. Как будут жить и что будет с теми людьми, которых сейчас мы приютили на этих базах. Сейчас только фонд, только штаб Рината Ахметова разместил более 6 тысяч человек на этих базах. Базы практически все летние. Что будет с этими людьми? Огромный вопрос. И мы уверены, что государство должно в конце концов включиться и обеспечить людей, обеспечить своих граждан настоящей какой-то реальной помощью. Будем надеяться, что так и произойдет. Будем. Спасибо, Римма. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием ситуации в регионе. Ждем новых подробностей от наших корреспондентов. На этом я прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова